Приветствую, друзья! Продолжаем мы наше прохождение за Византийскую империю. Ну и давайте в двух словах я вам тут обскажу ситуевину, которая складывается. Она довольно-таки веселая, честно говоря, что-то мне как-то из памяти вылетело, говорил я вам до этого уже или нет. Ну, в общем, Генуя, Генуя, друзья, вот эта вот самая Генуя, она напала на Сицилию, друзья. Вот так там, вот такие пирожки с котятами, в общем, довольно-таки интересно. Вот. Я думаю, что у них столкновение произошло, скорее всего, вот здесь, на Сардинии, за Калери. Потому что здесь я сколько ни шастал, так и не нашел никаких ихних отрядов. Ну, у них еще плюс и прослойка в виде папы есть. Так что как-то вот так. Ну, плюс высадил еще сюда одного убийцу. Вот здесь плавает уже. Выразил им пару членов семьи, убил пару генералов. Ну, генералов я так, когда возможность есть, убиваю. Ну, а так, конечно, самое главное для меня это члены семьи убить. Вот, нашелся наследничество. Но его, блин, его убить 20% не очень большой шанс. Я так, скорее всего, выслежу и проведу спецоперацию. Главное найти вот еще, где у них теперь сидит сам глава, глава фракции. Король, так сказать, король. Триполь и очередной город. Здесь вообще всего лишь два чела. Идут наши, идут. Тут заднимаю еще плыву. Разведчики. В общем, надо разведывать ситуацию. И уж тогда станет все ясно. Что, как, зачем, почему. У меня уже есть одна готовая армия для высадки в Сицилию. Вот она так выглядит. Тут и наемная конница, простая конница. Гвардия, скутаты. Тут кого-то конец, короче. Валить, гадов, будем по полной. По полной. Готовится вторая армия. Она уже сформирована. Ее осталось за малым переобучить. Где-то 3-4 хода потребуется на этом. И она будет готова. Плюс ко всему этому. Сформирована уже третья даже армия. Высадки в Сицилию. Вот она вот такая. С халарием. Также гвардия. Варяги. Единственное, скутатов здесь маловато. Три отряда. И простой конница маловато. Но я еще в Каринфе загляну. Может быть, что-то еще переделаю. Может, откажусь от сифонаторов. А больше нет. Посмотрим, посмотрим. Еще такое. Наметки только, друзья. Но вот три стэка уже есть. Три стэка есть. Скорее всего, еще два стэка из Египта пойдут. Морем. Также. Сицилию. И общая армия у меня будет насчитывать порядка пяти стэков. Плюс два стэка. Будет состоять, скорее всего, из резервных таких отрядов на пополнение. В общем, маща, друзья. Маща. Так. Ну, еще какие у меня тут новости, друзья. Новости. Я активно обошлял денежки Киеву. Я планировал взять его в союзники. И вот уже на этот ход, на этот, прямо сейчас, я уже планировал сделать его в союзнику. По крайней мере, предложить им это. Ну, не успел. Не успел. Случилось вот такое дело. Где-то, по-моему, даже видно было. А, я ушел. Ушел дипломатом оттуда. В общем, у них где-то здесь город. Где-то здесь город. А, вот этот город. Вот он. Владимир Волынский, друзья. Это киевский город. И на него напали поляки. Вот такие вот пироги с котятами. Если бы я успел заключить союз с Киевом, мне бы сейчас предложили бы на выбор. Либо кинуть поляков, либо киевлян. И в том и в том случае, мои бы инвестиции пропали бы зря. Хотя тут, получается, и так они пропали зря. Но у меня хотя бы с ними отношения с Киевом остались хорошие. А так, в случае расторжения союза, они бы упали бы. Но не получилось. Не получилось что-нибудь с ним. Не знаю, что они там не поделили. Но они вместе делят Литву. Так что, может, кто-то кому-то там на пятку наступил. Мозолит, давил. Хз. Ну, поляки вообще проявляют активность. Мы подошли к Вене. Не знаю, будут ли они ее осаждать. Тут, в целом, так сидит. Английский Зальцбург и так и стоит. Без никого. Тут один отряд появился. Немцы вообще абсолютно пассивные. В Италии пассивные. Хотя не дали, не дали они отколоться Милану. Навели там порядок. Там, может быть, и сам по себе утих. Вот как-то так. Ну, а чем мы, друзья, займемся в этой серии? Мы, друзья, у нас серия, возможно, будет не очень большая. Скорее всего, небольшая. Я так тут готовлюсь, готовлюсь еще. Но у нас есть пару батлов. Хотел я разбить вот этих половцев, чтобы они у меня на границе не нависали тучей хмурой. Ну, вот. Вообще с этим пора заканчивать. Я хочу разбить половцев, пополниться и пойти на Владимир. Дать им хорошего пинка в этом шурукане. И как-то с ними зной замириться. Потому что постоянно ходится... Хорошо, что нет усталости от войны. Так, ну мы здесь, получается, что обоих их саграли, да? К сожалению. Ну, я вот смотрю, второй стэк-то у них вообще ни о чем. Тут какую-то хрень они набрали. Тут стэк, получается, был разбит. Они набрали наемников. Ну и плюс у них новые отряды подошли, да? Ну, такое-такое. Основной стэк, да. Тут они взяли пять отрядов наемников, если не больше. Даже я вижу шесть отрядов наемников они взяли. Хренов куча лукарей. Алан и степи четверка. Моща, моща, моща. Ну и тут еще до кучи сам наследник. Хамзата фетия. Я вообще как бы это вытерплю. У меня четыре лука. Точнее, два лука, два арбалета, два конных лука. Но у них этих лукарей больше гораздо. Ну, скутатые, скутатые им не дадут сделать от слова ничего. Это да. Это так. Давайте его глянем. Дегустатор, пророчица, тревожная. Терперы, плавецкой крови. Пророчица, плюс один к командованию. Ну ты какая, зараза. Вот жалко, знаете, какой фишки еще не сделали. Нельзя отнимать у побежденных полководцев ихние трейты. Вот, это было бы вообще чума. Допустим, пленить вот эту пророчицу, да, и поставить себе на службу. Это же круто было. Ладно, скантариус. Ну что, пробуем, жалко он него иначе. А то могли бы их разделить, бы разбить по отдельности. Но коли нет, то нет. Давайте, мочиться. Давненько у нас не было таких мощных заруб. Мощных. Так, ну погода в принципе нормально. Светло, снежок. Ворачиваем войска. Тут главное, главное что-то как-то придумать. В принципе я вот придумал. Стать вот здесь вот на склоне. И вся их не оконница, можно сказать, сразу же идет лесом. Идет лесом. Так, у меня главное это вот эти силы. Мои великие, непобедимые, не побоюсь этого слова, скутаты. При их большом участии мы еще ни разу не проиграли. Такс. Что еще мне надо? Что мне еще надо? Мне надо как-то поставить моих не менее великих арбалитчиков, чтобы они стреляли. Но при этом в своих не попадали. По-моему, с этого фланга это будет наименее, наиболее хороший выбор, да? Вот как-то вот так. Да, поверголов стреляют. И отлично. Так, муртаты. Муртаты, муртаты. Ну, вот здесь сложно определиться. Если колья ставить, очень сложно определиться. Ну, давайте, наверное, вот так вот расположим. Попробую я подобную тактику. С фланга закроюсь. И здесь они встанут. Почему нет? Так, вот, кстати, тоже тут отставить. Хорошо. Что? Что? Вот. Воины секиры. Мне не нужны они от слова совсем. Давайте их как-то, я не знаю, где-то поставим. Прикроем наших скутатов по максимуму. Так, тут растянули. Хорошо. Это кто? Кастрофилаки. Ну, тоже ребята такие, знаете. Ну, не особо они. Честно говоря. Я не понимаю, почему мне до сих пор еще не дали скутатов мечников. Самое смешное это в чем? Мятежники уже бегают подобные, а мне не дают. Ну, как так-то? Идите шканем-то, а? Как так-то? Так, значит, Альдары, давайте, вы как-то, наверное, вот здесь встанете. Гена, как всегда, позади всех. Он руководит. Он руководит. Так, вы кто меня? О, вот этот товарищ у меня вообще там куда-нибудь туда он отправляет. Вы здесь? Ну и давайте начинать. Враги привели подкрепление. Они надеются задавить нас числом. Так. Ну, вон там они появились, хрен бы с ними. Значит, вы вперед. Вы тоже вперед. Ну, это... Это надолго, я чувствую. Баттлы будут. Пока они соберутся, вряд ли они пойдут. Ну, идти я их заставлю в любом случае. Вот здесь плохо, что здесь тоже застрелы стоят. Где у них этот наследный принц-то? Вот он он стоит. И до него хрен ты как доберешься. Что так не доберешься. Что так? Это надо как-то... Сперва им фланг разбивать. Мне нечем разбивать им фланг. Это если только конницу сюда тянуть всю. Но не всю. Хотя бы еще два отряда брать. В общем, это проблема, друзья. Это и есть problems. Problems. Побежали. Побежали. Урукхая, чертовы. Они вообще отступают куда-то. Охренеть. Куда вы отступаете? Наступают. Они отступая наступают. Вот. Отступая наступают. Это новое... Новое слово в тактике. Давайте вообще как бы поймем, что происходит вообще. Кто это бежит? Вон и застрелы. Базара ноль. И че вон нам? Это альдар сёгают. Че там второй стек-то? Вроде как идёт. Степные батыры. А у меня тут резкие всадники. Ёпсель нас, псель. Они до нас достреливают. Отходим. Главное, мы до них не достреливаем, а они до нас достреливают. Ну, прям, всё как в жизни, мать вы уж. Ну да, ну да. Хрен бы там. Короче, даленький весёлая здесь будет у нас, друзья. Эпопея, я чувствую. Альдары. Вы задрали бегать туда-сюда. У них второй стек идёт. Чувствую, пока он не дойдёт, они не построятся, они не пойдут. Так что нам остаётся только ждать. Пока что. Хуже всего, если придётся нам идти. Это вообще жутко. Ещё отряд прибежал кодекс стрелков. Слышь, наркоманы, валите отсюда. Ну, или наоборот, ко мне идите. Я слышу звуки выстрелов вроде бы. Да, нас атакуют. Он у меня там падает, ребят. Чё не моей? Блин, почему мои турецкие всадники так же не стреляют? Пятерых я уже потерял просто там. Это обидно, знаете ли. Нет, с таким количеством войска надеюсь, что конные окрытые что-нибудь смогут сделать глупо. Они тут, ну, никак не дойдут до военачальника. Да е... Твою шу мать-то вы задрали. А это конная дружина Беков, друзья. Они очень далеко стреляют. Ну, они вроде как убегают, но они тут рядом. И то есть они как бы нападать не спеша, да? Ну, и... Единственное, если только просто тупо пойти отдать два отряда своих, ну, один. Может быть, это как-то их сподвигнет. Тут одни лукари стоят, здесь тоже лукари, все закрыто. Может, вы пойдете, а? Слушай, они пошли вроде бы. Очередная у них перестройка фронта. Ну, че вы ссыте стоят? У вас два стека. Давай, нападай. Гам на кусок. Пойти убить один свой отряд, может, они тогда как-то побегут. Побегут. Как вы думаете? Давайте, ну а че? Значит, так и можно стоять до посинения. Только я отправил своих конных в Корее, и сразу что-то тут у них не получилось. Понятно. Давай, двоих только убили. Мы добежали. Вперед. Ура! Минус отряд. Ну, зато эти дебилы наконец-то побежали. Ладно. Жертва была не напрасна, друзья. Не напрасна. Ну, я надеюсь, что не напрасна. Че-то они так хорошо ломанулись и встали. Да нет, вроде идут. Вроде как идут, друзья. Вроде как идут. О, видали? Дык-дык-дык дорожка, да? Нормально отстреляли. 17 у меня только убежало. Обалдеть. Это из 50 конных стрелков все, что осталось. Давай, шестерочку, жду тебя. Идут они шагом, не спеша. Да, конечно, лукарей у них хоть в жопу жуй. Ну, че вы там стоите-то? Идите. У них походу 11-х пошел, а второй еще на месте стоит. Ну, нам же лучше, че. единственное меня немножко настораживает то, что в основном получается они по флангам заходят и не в центр моего построения. У вас есть стена щитов. Что из вас получится? Маленькая хрень? Маленькая, но плотная хрень. Нет. Понял. Не надо так. арбалички вступили, между прочим, уже в бой. Пока мы там рассуждаем, как оно было бы, если бы там уже ребята уже наяривают, между прочим. Малоры, давайте своими болтами, мочите супостата. Кого я тут приходила? Ага, конных застрелов. О, муртаты подключились. Между прочим, по этим тоже стреляют. Вот эти уроды. Конная дружина бэков. Уж больно они далеко стреляют. Ну, здесь неплохо так. Или это наших расстреляли, когда они бежали. Ну, давайте, давайте, на коле-то бегите, бегите, дегенераты. Вы кто? Вперед! этих можно здесь подловить запросто. Мочимся, друзья, потеряли мы 6%, убили 5%, надо учитывать, что мы два отряда отдали. Можно сказать, ох, ёб твою-то за ногу. Кто же вас так шкандирит-то ее, дружина Альдаров? Гасите ее! Коль добрались до них. Надо командира сюда выводить, я чувствую. Кольница идет телохранители великого Кагала. Ну, давай, вперед, вперед. Ага, Носкутатов-то. Давай, давай. Дегенератовые юные. Так, вы отходите. Там уже все понятно. Что стоит обойти? Еще 40 рыл Альдаров подошло. Я так думаю, что... Нет, сюда не стоит. Махач, друзья! Ай-лю-ли-лю-ляшечка! Так. Я думаю, что вот здесь надо сделать чадж, иначе они на Муртатов выйдут. Лишь бы на своей коле не лететь. Давай, гена. Мач этих шкандыблов. Так, здесь, в принципе, норма. Норма. Все, отходим. Отходим, я сказал, отходим. На коле не летим, дебилы. Все нормально. Скутаты стоят, так даже не подвинули. ее. Здесь жопа какая-то. Альдаров какие-то налетело. Давай, мочи их. Так, найти, убегают от Панин. 26 на 23, между прочим. Маля, вы кто такие? Стоят наши гаси. Самое главное. Так, а вот этими можно туда куда-нибудь выходить. уже. Страфилаки убегают. А, это убегает эти. Как их мать? У них просто тупо это стояло. Ну, вы поняли меня. Так, здесь в спину вперед. Здесь вроде как мы справились с этими объедками. Давай, в спинку ударим, промассируем. Хорошо, он побежал. И Гена, Гена, что делать? Гена вот на Альдаров идёт. так же как и вот эти все идут на Альдаров. Враг потерял половину бойцов. Татарские уланы. Ух, мать. Держимся, мать вашу. Тут всё норм. Ох, ёпта. Как у вас конится там? Так, бежи сюда. Бежи. Беги. А где у меня ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням не вижу вообще в ноль. Вот они. И с кем вы? Татарские уланы. А жесть. А с кем Гена так рубится-то? Ёп твою мать. Сейчас может такое случиться, что я здесь потеряю отряд. Нужно снимать отряд спутатов и вот этих отряд и бежать сюда активно. Иначе, иначе жопа. Гену отводим сюда. Гена, беги, твари. Жопа жопная. Здесь у меня два отряда конятся как языком. Ага, за этим преследуй. Давай вперед. Гена, ну тут вот этих можешь убить? Пожалуйста, убей. Так, а вы этих не отпускаете уланов, чертовых. Ну здесь, здесь, конечно, мощно, друзья. Очень мощная хрень. Вы кто? Нет, вот вы кто? Вы убегаете, я понял. В этих вкидывайте. Муртаты, скотины, вы тупые. Выйдите из боя и стреляйте. Арбалетчики, скотины. Сюда. Мы потеряли половину армии. И стрелять. Гена. Гена нет. Гена все. Гена все. Так, здесь. Восемь осталось. Астрофилаки, как я и говорил, говно. Мочите их, мочите, скутатики мои. Мочите. Вся надежда на вас. Так, вот у меня еще остались, ребята. Давай вон туда, отправляйся. Скутаты стоят. Стоят, как монолит. Мать вашу. Еще бы вот эту конницу здесь убить бы до конца, и было бы вообще, цены бы не было. Так. Вперед тут на эту пехоту. Точнее, на лучников. Так, у меня еще были... А, я их уже отправил, да? Так, гена, 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 где-нибудь вот здесь. Сюда шмаляйте. Муртаты сюда шмаляйте. Ну, здесь нет, здесь перехватили. Чертова конница перехватила. Ну, мы хотя бы заставили снизить темп стрельбы. Хотя бы так, друзья. Хотя бы так. Здесь уланов мы положили. Вперед вот сюда вот. Нормально. Терпим, мать. Ух, заруба. Блядь, давно такой не было. Очень давно. Ну, так, куда бежишь? Это убегают. Лучники. Сука. Много-много лучников. О, наколи. Наколи, твари. Гена, давай, помогай. Больше же некому. Знаю, что мало. Муртатов надо выручать. Отлично. Только сами на колени это. Не, не бегите. Так, вы кто? Ну-ка, идите сюда. Идите, 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 идите сюда. Мальчики и девочки. Так. Повыше. Здесь конницу тоже выводим. Сюда выводим. Надо гнать, гнать. Гнать, гнать этих чертовых лукарей. Не давать им стрелять. Так, эти побежали. Эти побежали. И я такой, чтобы уже... Они что, на меня бегут, да? В рукопашку, серьезно? Вот дегенераты. Так, здесь вот это говно добить. Добить. Так, вот этих товарищей тоже давай сюда. И вот за этим говном вперед. Практически все, друзья. Практически разбили. 72% потеряли армию. Убили 80%. Вражеский полководец мертв. Еее. Ну, сложно степными воевать. Много у них застрелов, конечно, и конница у них. Айда вперед. Ну все, наши остатки конницы там вроде как гоняют и книгу у корей. Они, наверное, пытаются это делать. Нет, не стрелять. Так, бегать. Так. Ну что тут? Как тут? Ну я думаю, что пора выводить уже и Гену. Пусть его там мало. Хотя бы столько. Главное не дать им вернуться в бой. Может каждый вернувшийся отряд в бой. Это проблема на самом деле. Вот как будто оно этими Генами займется. Сейчас он обойдет. Уже обошел. Давай вот сюда. Так. Здесь вроде как все. Давай сюда. Наращиваем давление. Лукарит только сюда. Как-нибудь. Вот муртаты вообще обойдите куда-нибудь в бок. Хвала господу. Враги бегут как трусливые пши. Вражеский полководец. Бесчестный трус. Он бросил свою армию и бежал. Жесткая каточка, я вам скажу. Очень жуткая. Прямо на пределе. На пределе. Конницу мы всю потеряли. От пехоты осталось тоже немного. Но два стака половцев мы разложили на составляющие. Да. Ну что, все. Все, друзья. Все. Хорошие. Молодцы. Молодцы. Все молодцы. Вот только посмотрите на это. Это же просто, я не знаю. Жесть. Ну, очень сильные у половцев вот эти вот новые отряды. Это вот конные дружины. Беков. Да. Конные дружины Беков. И еще эти, как их. Уланы. А, может, татарские уланы называются или как. Ну, вот они валяются в этот отряд. Очень сильные. То есть, мои отряды, вот эти наемные эльдары, вообще ни о чем против них. Но им там еще и стрелки, в принципе, помогали, конечно. Но, тем не менее. Так. Давайте ускоряться. Давайте ускоряться. Сейчас немножко доедим. Я думаю, никто не выживет. Всех убьем. Ну, круто, круто. И стреляют они далеко. И пасились очень сильно. Ну, посмотрите, как. Это же наши лежат. У нас отряд убегал. Конных застрелов. Их просто, турецких. Их просто тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Перехреначили. Только в путь, друзья. Только в путь. Если бы не наши героические, не побоюсь этого слова, скутаты, мы бы всрали, конечно. А так они остановили всех. Их неударную конницу. Я себе выбегаю здесь. Совсем совесть потеряли, чтобы их расстрелять нахрен. Если бы не наши скутатики, нам было бы жопа. Так. Ну, все, по идее тут. Вот этих только еще. Если тут поймать. Обалдеть, друзья. Я в шоке немного нахожусь. Стэк у меня не осталось. Все на восстановление. Надо срочно поправлять. Да. Благо, у меня там подкрепом много. А то сейчас владимирцы пришли, боя с Гулыжи. Шикарно. Ну, все, хорош. Мы победили. Эта победа прольется бальзамом на наши раны. Да, 800 человек потерять. Обалдеть. Чуть ли не две трети. Но противника мы убили, конечно, больше. Главное, победили. Убили у них наследника. Я думаю, после этого у них возникло гораздо больше желания с нами заключить мир. А может быть, наоборот. Только разозлим. Но, тем не менее, угрозу мы своих границ отвели. А то хрен бы знает, что они делали. Дождались бы, когда ко мне пришел бы очередной стык Владимира. Да, а сами пошли бы куда-нибудь на Азак захватывать. Точнее, фу-то, не Азак, а Тьму Таракань. И все, и вилочка, и я бы чесал бы так вот куда идти. Шикарно. Шикарно. Порубили их тут. Кто-то убежал. Это генерал второй убежал. Кого мне сокрушить? Так. Ну, я могу, в принципе, здесь быстро восстановиться. За счет наемов. Ну, вот этого можно смело распускать армянам. Ну, вот этих можно смело тоже распускать. Ну, вот этот не прокачался, и можно какой-нибудь отряд усилить. Вот так. Ага, вот еще отряд Альдаров. Тоже нахрен. Этих нахрен. Тогда вот этих двоих Тьму Таракань надо отправить на переобучение. Укажите врага. По... Ваше Величество. Ну, здесь мне довольно-таки много полстэка. Куда мы нанесем удар? Так что я думаю, можно и поболее отправить на переобучение. Всех практически надо отправлять. Сделал у себя один нормальный отрез кутатов. Что приказаний? Что прикажете? Что прикажете? Мучеников поставлю. Да? А это все вообще на переобучение. Благо, деньги у меня есть. Кого мне брать? Хороший вопрос. Возьму вот этих конов застрельщиков. Возьму Альдаров. Конец. В любом случае, нужно... Война в секирами такой, знаете. Ну, они в принципе хороши. Ладно, деньги есть. Давай возьмем. Пошелся. Нормально. Да. Хопа-хопа. И у нас уже... Имеется стэк новый. Знаете, долго переделываться, переобучаться. Так что норм. Ладно. Сохраняемся. Результат меня устраивает. Хороший результат. Как зовут вашу проблему? Поехали дальше, друзья. Дальше у нас в принципе здесь немножко осталось. Как говорил, серия будет небольшой. Минут сорок уложимся. Тут у меня славный генерал походил, всех поубивал. Потому что убийца, зараза, два хода не справлялся. Генералов от Семенских накопилось. Пришлось их догонять. Ну и произошло главное, что в Газе упало количество войск. От голодухи их осталось маловато. И я такой, чтобы на них напасть уже. И заштурмовать. Штурмовать сразу говорю, будем не руками. А автобоем. Поставим ночное нападение, чтобы у Витаса побольше звездочек было. И нападем нас на наследного принца Сулима. Здесь еще плюс Гена. Ну как-то так, друзья. И это все будет автобой. Потому что если руками, это твердыня, там пушки. Не, я не такой. Ну и нафиг. Отлично. Безговорочная победа. Потеряли 300 человек. Шуть бы с ними. Ха-ха. Делов на 30 человек. Если туда отправиться, блин, руками, я всю армию потерял. И вряд ли бы даже взял бы. Шикарно. Газа наша. Наследников Тимитского убили. Осталось у них два города. Победа. Давайте выходить оттуда. Еще вот этих за раз убить. Вообще будет нехорошо. Уничтожаем, конечно же, жителей. Денежка появилась еще. Отлично. Такс. Такс, 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 такс. Ну да. Потери солидные. Солидные. Безар 0. Безар 0. Так, все ремонтируем. Первым делом закладываем здесь часовинку. На переобучение могу поставить только наемных всадниковых бедуинов. Они вообще нужны? Как бы думалось. Ахрен с ним пускай будет. В гарнизоне-то остается. Ну, кого-то надо. Так, далее что мы делаем? Подгоняем судно. Собираем это, это. Это, это. И это, это, это. Этих вставляем. Этих тоже вставляем. И этих вставляем. Этих самых. Во, вот так. Упс. Надо сюда в кого-нибудь подвести. Что прикажете? Вперед! Что приказать? А эту армию перекидываем, друзья, в Никусию. Покинуть корабль. Приказывайте. Эх, обидно не зашли они. Ну ладно. Прокладывай курс. Еще муртатов, но тут даже закинуть. О, Кастрофилаки. Давайте вас раскинем. Одиного сюда. Второго я не знаю. Да, в Кирак. У нас неплохо. Как-то вот так мы разделились. В Никусе они встанут на переобучение. Здесь, кстати, можно кого-нибудь нанять. Три. Да. Ну, очевидно, что скутат не помешал бы еще этим. Отлично. Ну, как-то вот так, друзья. Газа наша. Мы ее взяли. Последняя, последняя. Твердыня. Все. Не помню, показывал вам нет. Но на миету, который просто каменный замок, я переделываю в город. Поскольку... Ну, нет смысла в этой крепости здесь. Здесь, в принципе, теперь и в Газе смысла тоже нет. Но как-то переделать твердыню в город, ну, я не знаю. По-моему, не разумно уже. Ладно, замок там. Какую-то твердыню. Не-не-не-не-не-не. Мы не такие. Так, что там с Тартузой? Что она никак все не родит-то мне? Ого-го-го-го-го-го. Что-то как-то население здесь плохо растет. Ну, ладно. Не суть. Ну, и все, друзья. Наследника мы убили. У них остался только один лишь лидер фракции, который находится вот здесь в Таэме. Он, в принципе, может кого-то назначить наследником. но мы это дело проконтролируем здесь никого нету и чего так обошел у них мека в веке тоже никого нету не генералов никого ну и здесь еще довольно таки долго 5 ходов но мы до конца также ждать не будем и дождемся пока у них количество народа здесь сократится и заштурмуем это дело и будет нам друзья часть части нам будет ну что ж вот такая серия надеюсь вам понравился мне очень понравилось но половцы конечно дали нам жару конечно их тоже не обделили своим вниманием это было круто мне кстати кстати говоря вот забил забыл еще управить ситуацию рассказать на меня чуть не напал харизм эти дебе дебилы и не побоюсь этого слова бросили осаждать массу мне пришлось это все взять свои руки не зря как знал до держал здесь без гена но по фигу бросили осаждать маску и пошли ко мне кераси и такие о похо подвигают у меня глаза округлились я быстрее быстрее дипломат пошлил им денег ну вроде как они успокоились не стали брать корейскую осаду вообще ведут себя вроде как смирно не знаю что там дальше из этого получится но ситуация честно говоря пугающие потому что у них тут этих войск и у перный насос это вот все что я готовлю а против сицилии надо по идее резко перебрасывать сюда на границу расставлять по-другому если что я вряд ли справлюсь если с ними еще и вассалы их не пойдут там куда-нибудь вдоль черноморского побережья типа поиси трапезон там синопы происходящие на керасию то это это будет вообще мне жопа потому что сдерживать их особо нечем уж на этом направлении у 2 3 стека на этом направлении 2 стека это они голимы и без генералов и сбалансированные это в общем будет очень жестокая жестокая жесть ну вроде как пока что удалось договориться но надо иметь в виду что это дело может возникнуть ну ладно друзья как дал вам пищу на размышления пишите свои догадки и предположения в комментариях ставьте лайкос и дизлайки ну и конечно же подписывайтесь на канал всем хорошего и удачки